Всем привет! Сегодня я наконец-то добралась до акварели. Это новая линейка акварели от Малеевич Веронезе. Так скажем, новый их продукт, совершенно другим составом, поэтому я предлагаю протестировать, сделать выкраски, сравнить, посмотреть, что это, как это выглядит и поделиться какими-то своими первыми впечатлениями. Что мы можем сказать про сами кюветки? Здесь у нас достаточно привычное оформление, то есть есть название серии, есть номер цвета, название цвета, пигментный состав и, соответственно, звезды светостойкости. Также есть укрывистость, но я не всегда доверяю производителю и скорее больше верю своим глазам, когда уже смотрю непосредственно на краску в работе, потому что всякое бывает, где-то пишут, что краска, например, укрывистая, а она на самом деле не укрывистая, поэтому иногда таким решат. Например, есть бренды, которые больше соответствуют моим, так скажем, представлениям об укрывистости или нет, но иногда я просто не обращаю на это внимание и верю, собственно, своим глазам. Так, ну что, давайте откроем. Я приготовила вот такую вот коробочку, пока у меня нет палитры для этой акварели, поэтому будет у нас коробочка из-под шоколадки. Так, посмотрим, как открывается. Здесь очень много всего написано. Кюветка два с половиной миллилитра. Есть еще очень мелким шрифтом от разных художников слова об акварели, что для них значит акварель. Потом почитаем. Так, ну, я думаю, надо открыть. Так, я, конечно, открыватель так себе. Так, это у нас лимонная. Я буду, наверное, открывать не сразу все, просто чтобы мне не запутаться и выкрасить все в нужном порядке. Кто-то, например, любит этикетки сохранять. На самом деле, я тоже люблю, потому что иногда что-то купишь, потом думаешь, что же это такое. Вообще, наверное, было бы очень удобно подписать хотя бы номера на кюветках. Так, ну, здесь подписи нет, потом, наверное, перманентным маркером подпишу. Я не хочу сравнивать с какими-то очень дорогими брендами, но можно посмотреть хотя бы на пигментный состав у PVC. У меня есть выкраски. И я забрала у ребенка набор от Невской палитры Sonnet и выкрасила тоже его. То есть у нас есть возможность сравнить с Sonnet и посмотреть, насколько они будут близки или будут чем-то отличаться. Так, ну вот возьмем еще фиолетовую. Предлагаю потом сразу выкрасить. Ну и вообще посмотреть пигментный состав, потому что сколько производителей, столько и различий. Первая у меня здесь лимонная. Посмотрим, как она набирается. Вообще, так вот, не скажу, что какие-то усилия для набора цвета. Я бы сказала, лимонная такая прозрачненькая. Да, она чуть-чуть перекрывает линию, но не скажу, что она какая-то плотная. Выглядит прозрачно. Так, едем дальше. Желтая. Пока не буду называть пигменты, будем их сравнивать уже непосредственно с другими брендами. Выкрашиваю, кстати, на целлюлозной бумаге. Многие говорили, что на хлопке смотрится немножко по-другому. Но я думаю, на хлопке мы нарисуем для сравнения каких-нибудь два небольших рисунка сюжетика. Так, оранжево-желтая. Пока все хорошо набирается на кисть, не видно какой-то там соплеобразности. Посмотрим, что будет, когда все это высохнет. Оранжево-желтая. Так, дальше у нас красная-темная. Цвет пока приятный. Посмотрим, что будет, когда высохнет. Хотя, мне кажется, в размытии он немножко такой глуховатый. Так, дальше у нас идет розовая. Хотя, судя по пигменту, это розовый хинокридон должен быть. Вообще, люблю розовый хинокридон. Я на нем мешаю фиолетовые оттенки. Если, например, у Ван Гога в наборе нет фиолетового, то я на розовом хинокридоне мешаю фиолетовый цвет. Это розово-фиолетовая. Кстати, таким цветом я не пользуюсь. В размытии он такой более фиолетовый, глуховатый немножко. Так, ну и последний из того, что я уже открыла, это фиолетовая на ПВ-23. Здесь написано, что это две звезды. В общем-то, думаю, вполне можно этому поверить, потому что у PVC, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь, также поставлены две звезды на этом же пигменте. Но голословно заявлять не буду, мы это проверим. Следующая партия у нас с синих и зеленых. Начнем давайте с синеньких. Итак, у нас есть цирулиум. Но цирулиум это у нас не натуральный, имитация. Сим-сим, откройся. Я на самом деле не очень хорошо разбираюсь в пигментах, поэтому не буду тут каким-то экспертом в этом деле. Но последнее время стараюсь что-то читать, смотреть, сравнивать. С химией я никогда в школе не дружила, поэтому поведение красок с точки зрения каких-то химических реакций я точно не опишу. Но вообще это интересная тема. То есть разбираться не только в поведении акварели, но и в поведении пигментов, это, наверное, действительно очень круто и полезно. Так, ультрамарин темный. К сожалению, вот когда я училась в художественной школе, никаких знаний о пигментном составе, что с чем мешать и вообще как что смешивать нам не давали. Собственно, и в институте тоже, поскольку в институте у нас живопись была больше гуашью, а акварелью мы делали только отмывки. А для отмывки особо не надо что-то там намешивать. Так, аккуратненько. Тут не очень удачно прилипло, а то потом с бумажкой буду. Цирулиум. Набирается приятно. Такой более насыщенный. Хотя у Ван Гога он тоже достаточно насыщенный. Дальше голубая. Сейчас будем искать голубую. Что же у нас тут из этого голубая? Так как так заболталась. Голубая похоже. Размывается приятно, краска прям течет. Так, следующий у нас Ультрамарин. Я не скажу, что цвета все прям очень такие глубокие. Знаете, где очень глубокие цвета? У Корен Колор от Шенхан. Вот там очень глубокие цвета. Они так плотно набираются. Но, правда, надо отдать должное, они набираются из тюбика. Индонтреновая тоже очень интересно. Вот индонтреновая здесь немножко поусохла. Тут видно, что между кюветкой и краской есть зазорчик. Она здесь поусохла. У меня, кстати, есть индонтреновая старая от Невской палитры и индонтреновая новая, которая была светлая. Так что мы можем сравнить. Следующая Индиго. Я вообще Индиго люблю, но в последнее время я просто фанат Индиго от PVC. Поэтому посмотрим, что здесь за Индиго и какой у него оттенок и состав. Какой-то он здесь такой сероватый. В размытии прям очень сероватый. Теперь открываю зеленые цвета. Травяная зеленая. Ну, я так подозреваю, судя по этикетке, по цвету и по пигментному составу, это что-то близкое к Subgreen. Я люблю Subgreen. Это, наверное, тот цвет, который я не намешиваю. Так, зеленый овцы. Так, а какой у нас? Оксид хрома. Кстати, вот этот оксид хрома я ни в одной палитре разных производителей не пробовала. Ну, я так понимаю, что, по-моему, он тоже не в натуральном пигменте, хотя надо будет потом посмотреть. Так, ну давайте зелененький выкрасим. Итак, травяная зеленая. Смотрим, на что похоже. Вот в кеветке, когда размазывается, очень похоже на вангоговскую. Но на бумаге, мне кажется, она более глухая. У вангога она позвончая. Но, опять же, это вот, так скажем, мои ожидания. Потом проверим, сравним с вангогом. Зеленая FC. Вот моя любимая зеленочка. Я люблю на ней мешать серый цвет. И вообще, люблю ее использовать. Не скажу, что она какая-то глубокая. Ну, давайте даже еще чуть-чуть побольше тут. По еложе в кеветке. Пока, мне кажется, они чем-то вот больше на сонет похожи. Потом проверим, когда полностью высохнет. Так, оксид хрома. Боже мой, какой укрывистый. Что там у него написано? Полукрывистый. Сначала мне показал, что в составе есть белила. Потому что ведут они себя прям как белила. Хотя здесь вроде как PG-7, PBK-7 черный цвет. И PY-42. Но по виду прям ощущение, что туда положили белила. Ну, ладно, бывает такое. Странное ощущение. Я бы даже сказала, что цирулиум в составе с белилами не выглядит таким гуашевым, как оксид хрома. Открываем дальше. Охру желтая. Охру я очень люблю. Я на ней много чего мешаю. И, наверное, я ее люблю, потому что на ней получаются не такие яркие и сочные цвета. И я вроде, конечно, люблю яркие и сочные акварели. Но вот сама я почему-то рисую более сдержанное. По цвету у меня более сдержанные работы. Как-то, я не знаю, может быть, я боюсь чистых цветов. Так, и еще здесь умбраженная. Я не брала черный цвет просто потому, что я им не пользуюсь. Поэтому уж извините, черный сравнивать не будем. Белилы я тоже не брала, потому что тоже ими не пользуюсь. Так, охра желтая. Посмотрим. Цвет приятный, такой чистенький. Намывается тоже приятно. С водичкой так равномерно бежит. Пока выглядит неплохо. Я перепутала, я перепутала. Это сиена была жженая. Так вот, доверять-то мне. Придется переписывать, ну ладно. Что ж поделать. Сейчас перепишем. Тоже очень плотный цвет. Не знаю, за счет чего он такой плотный. Но не из-за того, что там черный цвет в составе. Так, и ждем пока все высохнет. И я заодно немножко перепишу последние две карточки, которые я перепутала. Мы наконец-то добрались до сравнения акварели с другими брендами. Итак, посмотрим, что я смогла отыскать у себя что-то похожее из других фирм. Начнем с лимонной. На пигменте PY3. На этом же пигменте сделана ганза лимонная от Sonnet. И, пожалуй, из таких пигментов на этом все. Все остальные, в том числе и Белые ночи, и Ван Гог, и PVC, то, что я смогла найти, сделан на других пигментах. Поэтому, если сравнивать, я бы сказала, что самые насыщенные по цвету и по плотности, наверное, у Sonnet и у PVC. У Белых ночей здесь у меня кадмий лимонный. Ну, он такой, скажем так, набор у меня очень старый. Поэтому я не отвечаю за чистоту цвета у Белых ночей. Какие-то у меня кюветки более новые, какие-то очень старые и даже вышедшие уже из палитры. Поэтому сравниваю с тем, что имею. Лимонный у Ван Гога, мне кажется, больше в зеленцу уходят. С одной стороны, вроде неплохо. Лимонный у Веронезе такой чистенький, звонкий, прозрачный, в отличие от других брендов. Но по поводу плотности я бы не сказала, что он плотный. По цвету выглядит неплохо, чистенько, не пачкается. Но его, наверное, чисто из-за пигмента сравниваю только с Sonnet. Лимонный редко пользуюсь, поэтому ничего такого прямо сказать не могу про них. Следующий у нас желтый. У Sonnet что-то у меня желтый не нашлось. Поэтому буду сравнивать с двумя вариантами от PVC. С белыми ночами и с Ван Гогом. Здесь у нас пигмент PY1. На этом же пигменте есть у PVC. Это перманентный желтый светлый. Но если их сравнить на одном пигменте, мне кажется, что у PVC он более плотный в нанесении. Более укрывистый, хотя он здесь прозрачным отмечен. Но вот прозрачный здесь и прозрачный здесь. Мне кажется, разница все-таки есть. Этот цвет попрозрачнее. Опять же, что самое интересное, здесь у PVC две звездочки, здесь три звездочки. Каким образом рисуются эти звезды, я не знаю. Мне кажется, не все фирмы делают тест на светостойкость уже готовой продукции. Поэтому, мне кажется, здесь и кроется расхождение в звездах. Вообще, я читала, что светостойкость зависит не только от качества пигмента. То есть, вы можете взять один и тот же пигмент, но если у вас будет разное производство этого пигмента, то есть, разное качество этого пигмента, соответственно, и светостойкость тоже может у этих пигментов, вроде бы одинаковых, отличаться. Плюс, на светостойкость будет влиять состав краски. И, что самое интересное, я прочитала в одной статье, что, оказывается, белила уменьшают светостойкость пигмента. То есть, чем больше процент белил в краске, тем меньше у этой краски светостойкость. Не знаю, насколько это правда. Я не химик, не технолог, поэтому не могу сказать, но вот читала такое в статье. Оранжевая. Оранжевая от Веронезе. Санет. От белых ночей. И здесь у меня есть два варианта от PVC. У Веронезе это оранжево-желтая, у Санет желтая-темная. Возможно, есть какой-то еще близкий цвет, но вот это тоже, чем я в данный момент располагаю. Золотистая у белых ночей и два варианта желто-оранжевых у PVC. Причем они достаточно похожие, близкие, поэтому не знаю, есть ли тут прям такая большая разница. У Веронезе это пигмент PY1, как и предыдущая желтая. Из этой линейки оранжевых, наверное, на этом пигменте здесь больше ничего нет. У Санета PY2, у белых ночей PY3 и PY64. И, опять же, мы тоже смотрим здесь разные звезды светостойкости, но тут и разный пигментный состав. Поэтому тут у меня как бы претензий нет. По самому цвету мне, опять же, здесь нравится у PVC только потому, что он более сочный, более яркий. Я бы, наверное, по нанесению больше сравнивала с Санет, потому что оно прям такое мелко-мелко перетертое. Вот они прям по нанесению похожи. Я говорю сейчас именно не про цвет, а про то, как это выглядит на бумаге. То есть насколько краска поплыла, как она покрыла бумагу. Все-таки здесь немножко чуть-чуть по-другому видится вне вот это нанесение. Дальше у нас есть оранжевый от Веронезе. Единственное, что я смогла у себя что-то похожее найти, это кадми оранжевый от Белых ночей и пироль оранжевый от Ван Гог. Ну, кадми оранжевый, мне кажется, здесь не очень похож. Он похож на пироль оранжевый от Ван Гог, но в размытии не дает такого розового оттенка, как у Ван Гога. И он не такой плотный в более густом нанесении. То есть такой легенький, приятненький оранжевый оттенок. Поэтому здесь трудно сравнивать, они абсолютно разные. Так, теперь у нас идет красное-темное. Здесь тоже занятно, я не нашла ничего такого похожего. Взяла у Белых ночей даже два варианта. И у PVC тоже взяла два варианта. Потому что на таком пигменте у меня ничего больше нет. Похоже, чем-то красное-светлое от Санет, но они разные по тепло-холодности и по насыщенности. То есть красное-темное от Малевич, она здесь какая-то очень бледноватая, чуть-чуть сероватая. Можно было бы по насыщенности цвета сравнить с Белыми ночами. Вот, наверное, что-то похоже, только Белые ночи здесь чуть-чуть покраснее. Здесь все-таки более холодный оттенок. То есть если их вдвоем сравнивать. Потому что с гераневый красный тоже не очень сравнишь. Это более теплый такой цвет, яркий и очень плотный в густом нанесении. У Ван Гога перманентный красный светлый тоже более красный. Его можно сравнить с гераневой Белый ночей. И у PVC есть пироль красный и вермиллион имитация тоже. Я бы, наверное, вот вермиллион туда ближе к пиролям оранжевым отнесла. По крайней мере, туда он по цвету больше подходит. И, соответственно, пироль красная от PVC более плотная и более холодная. Хотя вот по тональности, наверное, ближе. Но, смотрите, какой здесь густой, сочный, яркий оттенок. Ну, соответственно, и пигментный состав у нее совершенно другой. Вот два одинаковых пигмента у Ван Гога и у PVC 254, но цвета абсолютно разные. Даже если сравнивать со всем, что я нашла в других марках, она как-то бледновато и серовато выглядит. Так, дальше мой любимый хинокридон. Итак, практически у всех использован один и тот же пигмент, кроме сонета. Здесь у нас PV19. Ну, и также здесь большой разброс по звездам. Например, у Малеевича Веронеза это две звезды, а у Белых ночей Ван Гога и PVC это три звезды. Вообще, вроде как пигменты стойкие, поэтому мне непонятно, почему две звездочки. То есть, либо они что-то там нахимичили в составе и сказали, ой, извините, мы тут одну звезду у вас забираем. Либо пигмент не очень качественный и поэтому только две звезды. Вот здесь непонятно. То есть, когда мы берем вообще одинаковые пигменты, почему у них отличаются звезды светостойкости? И опять же, я возвращаюсь к той теории, что, возможно, качество пигмента не очень хорошее, либо что-то в составе, что нам дает меньшую светостойкость. У меня вот только пока такое объяснение. Что касается самого цвета, он, наверное, здесь самый холодный. Все остальные потеплее. Можно было бы, наверное, самое близкое сравнить с Ван Гогом. Здесь вот, кстати, на выкраске Ван Гог не очень презентабельно выглядит, хотя я его люблю, мне он нравится. Я на нем мешаю фиолетовый цвет. У Sonnet это карминовое, по крайней мере, самое близкое, что я нашла, но на другом пигменте. Соответственно, по цвету они тоже будут отличаться. Также карминовое у белых ночей на PV19, но цвет тоже отличается. Хотя вот по текстуре, по нанесению они больше похожи. Такие вот равномерные, какие-то вот матовые, не знаю, как это назвать. У PVC цвет более теплый, так что, наверное, по нанесению я бы больше сравнила с белыми ночами. Хотя и цвет разный получился. Так, следующее. Этот цвет у меня не в ходу, но я нашла что-то похожее. Веронеза фиолетово-розовая на двух пигментах с тремя звездочками светостойкости. У Sonnet это фиолетовое светлое, что-то более-менее похожее на нестойком пигменте PV2. И белых ночей, которые тоже на PV2 с одной звездочкой. Но цвет какой-то очень странный. Я понимаю, что он теплее, потому что здесь есть красный в составе. Но он какой-то такой серенький, очень ненасыщенный. Поэтому вот даже не знаю, с чем его сравнить. Мне он сам по себе не очень нравится. Почему он такой глуховатый, серенький. Фиолетовый. Люблю фиолетовый, но в последнее время я его чистым цветом не беру, а мешаю. Как вот купил, наверное, себе Ван Гог, в котором мне оказалось фиолетового. И вот пришлось выкручиваться. И я теперь его намешиваю и не беру чисто из тюбика. Хотя у меня много есть тюбиков. У меня есть от Рембрандт фиолетовый. У меня есть от Миджелла фиолетовый. Так, что мы видим здесь? Здесь у нас фиолетовое на пигменте PV23 две звезды. У Санетта это нестойкий пигмент PV3. У Белых ночей, опять же, старая краска, по-моему, тоже ее уже нет в линейке на PV3. Фиолетовая тоже нестойкая. И, что удивительно, у PVC на этом же нестойком пигменте, но почему-то они показывают нам две звезды светостойкости. Вот этого я вообще не понимаю. Что касается цвета, наверное, из всех более или менее похоже, наверное, фиолетовое на PVC. Хотя здесь чуть-чуть поярче, позвонче цвет. Поэтому вот из всех этих оттенков я бы, наверное, вообще ни один фиолетовый не использовала. Хотя у Веронезы вроде как она неплохо выглядит. Не знаю, я уже как-то обхожусь без фиолетовой. Поэтому трудно мне что-то про них сказать. Эти все три меня смущают по пигментам. Здесь другой пигмент, но выглядит она что-то среднее между вот, наверное, Санеттом и PVC. Дальше у нас Цирулиум. Очень интересно, потому что у меня Цирулиум очень старый от белых ночей на натуральном пигменте. Мылки не до невозможности. Его прям невозможно набрать на кисть. Поэтому я его в белых ночах не люблю. Сразу скажу, что в Тубе я не пробовала у белых ночей. Возможно, там с этим как-то получше. Все остальное у Ван Гога, у PVC и у Веронезы это все имитация Цирулиума. Причем у Веронезы и у Ван Гога одинаковый состав с добавлением белил. Я бы даже сказала, что вот из всех представленных здесь Цирулиумов на настоящее натуральное это больше у Веронезы похож. Именно по близости к цвету. Ну, белые ночи, мне нравится здесь грануляция, но я говорю, невозможно его набрать. Очень тяжело там по этой кювете юлозишь, 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 а цвет не набирается. Я, в общем-то, люблю у Ван Гога его использовать. Он здесь яркий, плотненький, но я побаиваюсь все-таки в составе белил. Поэтому я особо его сильно с кем-то не мешаю. Я использую его самостоятельно в чистом виде. И даже могу объяснить, почему я побаиваюсь белил. Не потому, что я против белил в акварели. По своему опыту я понимаю, что я недостаточно умею хорошо смешивать такие краски, где есть белил в акварели. То есть я могу намешать грязюку, я могу намешать какой-то плотный цвет. Не поймать нужную составляющую, поэтому я этого остерегаюсь. Себе не так сильно доверяю в этом вопросе, поэтому стараюсь обходиться без них. Внешне выглядит неплохо. Надо смотреть, опять же, как он будет смешиваться с другими цветами. Так, следующий у нас идет голубая FC. И здесь у нас у белых ночей два варианта можно сюда положить. Потому что у белых ночей есть просто голубая и ярко-голубая. Голубая как раз на том же пигменте, ярко-голубая на другом пигменте. У сонета голубая как раз же на 15 на 3 пигмент. И у PVC это павлиний голубой, тоже на 15 на 3. То есть я бы сказала, вот так вот их лучше поставить. Вот эти на одном пигменте и эти на одном пигменте. В принципе, я бы не сказала, что они как-то сильно отличаются. То есть белые ночи от Веронезе вот так визуально на выкраске. Возможно, вот этот оттенок, ну чуть-чуть как-то прям поярче. И в размытии, и в нанесении, по самой структуре вот застывшей краски. Мне кажется, они прям вот очень-очень похожи. Поэтому здесь, наверное, только сравнение с белыми ночами. Плюс это одинаковый пигмент. Здесь более яркие цвета, чуть меньше красноты в них. Поэтому, наверное, не стоит их сравнивать. Так, любимый ультрамарин. Здесь, вроде бы, все должно быть понятно. Потому что это один пигмент у всех производителей, PB29. Но, опять же, возникает вопрос. Один пигмент, почему ультрамарин Веронезе две звездочки, все остальные ультрамарины трехзвездочные? Этого я не понимаю. На что же похож ультрамарин от Веронезе? С Санетом, наверное, я бы не стала сравнивать. Санет дает меньше красноты. У белых ночей тоже меньше красноты. В ультрамарине у Ван Гога больше красноты. И, соответственно, стоит, наверное, сравнить с PVC. Вот с PVC они по оттенку-то ближе всего. Не самый яркий, но и вроде как не самый ужасный. Еще интересно, что здесь у нас есть индонтреновое синее. В других наборах у меня нету индонтреновый. Я могу только сравнить с двумя вариантами белых ночей. У меня есть старый индонтрен и индонтреновый синий светлый, который был как бы новый. Но пигментный состав у них разный. То есть, если у белых ночей оба цвета, несмотря на то, что они отличаются, они сделаны на одном пигменте, то у Веронезе это абсолютно другой пигмент. Плюс в составе имеет черный. По тональности они разные. По плотности цвета, краски, я бы сказала, что похожи. Но меня смущает черный в наличии этого цвета. И как он будет смешиваться с другими цветами, это надо пробовать. Я пока вот так сказать не могу. Мне, кстати, тоже нравился старый индонтреновый у белых ночей. Такой темный, густой. Но, опять же, по оттенкам кому как нравится. Меня просто смущает черный цвет в составе. Еще очень интересная вещь это индиго у Веронезе. У меня есть индиго от белых ночей и индиго от PVC. Ну и, наверное, по выкраске вы можете догадаться, какой же цвет мне в результате нравится больше всего. Я, на самом деле, в восторге от PVC индиго. Он такой темный, густой. И самое удивительное, что даже в очень спорных замесах он выглядит хорошо. Я один раз рисовала парусник. В процессе смешала с охрой. Я подумала, боже мой, сейчас какая-то зелень вылезет. Но нет. На удивление зелень не вылезла. Поэтому для меня это удивительное открытие. И вот даже не глядя на все остальное, я сразу выберу индиго от PVC. Индиго у белых ночей, в общем-то, мало чем, наверное, от Веронезе отличается именно в составе. Потому что здесь ПВ-15, здесь ПВ-15, здесь тоже черный в составе, здесь черный в составе. Еще здесь ПВ-3. Что же касается Веронезе, очень странный цвет, на самом деле. Не очень он похож на индиго. У него очень слабый какой-то синеватый подтон. Он серый, не плотный. И, наверное, по оттенку можно было бы запросто сравнить его с каким-нибудь серой пейной. То есть она, правда, более черная. Но вот по оттенку-то они друг другу, мне кажется, ближе, чем вот Белые ночи и серая пейна. Я бы сказала, у Веронеза индиго ближе к серой пейне. Поэтому странный цвет. Что-то, видимо, в составе больше всего здесь было черного, и к нему чуточку подмешали синенького. Так, переходим к травянисто-зеленой. У Веронезы она выглядит как-то немножко жухловато. Здесь три пигмента в составе, в том числе и черный. Я все-таки не очень люблю черный в составе, хотя у Белых ночей тоже есть черный пигмент. Но здесь, видимо, немножко другая пропорция, потому что выглядит травянисто-зеленая у Белых ночей более сочно и пожелтее. С Сонетом тоже я бы не сказала, что можно сравнить, потому что здесь абсолютно другой оттенок. Сонет здесь выбивается из всей этой линейки. Я бы, наверное, больше сравнила Сонет с желто-зеленой от Белых ночей, хотя это еще более холодное. Но вот как-то, мне кажется, оно сюда ближе, нежели мы будем смотреть ее в этом ряду. Наверное, из всей травянисто-зеленой больше всего мне нравится у PVC. Да, она немножко более спокойная по цвету, но зато она сделана на одном пигменте. Мне это в плюс. Хотя у Белых ночей мне, в принципе, тоже нравится травянисто-зеленая. Но пигментный состав здесь тоже большой. Здесь целых три пигмента. Ван Гог тоже спокойный по цвету. Вот, наверное, Веронеза ближе к Ван Гогу именно по самому цвету. Не такая насыщенная, спокойненькая, но Ван Гог глубже и плотнее. Несмотря на то, что он не яркий, но все-таки цвет у него не такой блеклый, как у Веронезы. С чем это связано, не знаю. Может быть, слишком мало пигмента в составе. Может, что-то еще. Но вот из всех представленных здесь травянисто-зеленых, мне кажется, вот это самое жухлое. Следующий у нас зеленый FC, или изумрудный, или Веридиан, кто как тут называет. Здесь, наверное, проще всего сравнивать, потому что они все сделаны на одном пигменте. Все на PG7. Единственное, что у PVC здесь имитация Веридиана. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, у них в линейке есть и натуральный. Что меня здесь больше всего смущает в Веронезе, то что появляется какой-то черный песочек. С учетом того, что здесь нет черного пигмента, мне не очень понятно, откуда он здесь взялся. То есть прямо видно мелкий-мелкий черный песочек. Что-то подобное вот здесь вот в скоплении есть у PVC, но в размытии я такого не наблюдаю. А здесь даже в размытии вот он скапливается в фактуре бумаги. И поэтому он как-то выглядит немножко странновато. Надо посмотреть, что он будет давать в смесях. Но вот этот песочек меня как-то настораживает. Оксид хрома. Ничего не могу сказать про этот цвет, потому что я им не пользуюсь и мне, собственно, не с чем его сравнивать. Единственное, как видно было на выкраске, очень странно он себя как-то гуашево ведет. При высыхании очень тусклый, хоть и плотный. Хотя он не перекрывает полоску черную, поэтому немножко странноватый цвет. Даже не знаю, с чем его можно было бы намешать. Здесь целых три пигмента в составе, в том числе и черный. И он уже выглядит так тускловато, серовато. И если что-то еще к нему примешивать, наверное, скорее всего получится какая-то грязь. Но, опять же, это только путем экспериментов и непосредственно в работе можно это узнать. Поэтому ничего дополнительного я про этот цвет сказать не могу. Охра желтая. Очень люблю этот цвет. Я больше пользуюсь именно охрой, нежели желтыми цветами. Но здесь, наверное, они достаточно похожи. Из желтых охр только белые ночи выделяются, потому что все остальные сделаны на одном пигменте. Вот можно их вот так вот поставить и сравнить. У PVC очень плотная охра. Несмотря на то, что мне нравится ее цвет, но она достаточно густая, плотная, такая укрывистая, я бы сказала. У Ван Гога тоже неплохая. И мне она по цвету нравится. Здесь у Веронезе она такая прям очень прозрачная и абсолютно неплотная. Но при этом она не сопливая. Поэтому у Веронезе можно рассмотреть охру. Посмотреть, как она будет в смесях себя вести. По цвету и по консистенции мне здесь она нравится. Сиена Жоне. Из всего ряда здесь выбивается только PVC на PR101. Она здесь более желтая, яркая. Такая ближе уже к оранжевому, наверное, цвету. Но она мне все равно нравится. Она себя замечательно ведет в смесях. У белых ночей это PBR7. Тоже неплохая. В общем-то тоже можно пользоваться. У Веронезе какой-то более красноватый, наверное, оттенок. Даже не знаю, с чем его тут сравнить. К кому она будет ближе. Немножко пожухлее, что ли. Трудно вот так сказать. Больше, наверное, красноты. То есть белые ночи PVC с какой-то долей оранжевого. Ван Гог и Веронезе, наверное, чуть-чуть поближе друг к другу. И здесь в размытии появляется такой красноватый оттенок. По внешнему виду выглядит неплохо. Так. И Умбра Жженая. Вот Умбра Жженая мне здесь у Веронезе не очень нравится. У нее какой-то очень жухлый, желтоватый подтон. Опять же, у PVC это один пигмент. И она мне нравится здесь. В смесях она себя тоже хорошо ведет. У белых ночей тоже один пигмент. Но здесь она чуть-чуть более спокойная. Нет красноватого подтона, например, как у PVC. У Ван Гога тоже достаточно спокойная. Вот они, наверное, с белыми ночами более близкие. Хотя у Ван Гога совершенно другой пигментный состав. А вот у Веронезе она, мне кажется, жухловатая. И, судя по выкраске, видно, что она как-то очень густо. И с таким гуашевым эффектом наносится. Хотя при высыхании не скажу, что она какая-то гуашевая. По оттенку как-то победнее, мне кажется. Но, опять же, это мое личное предпочтение. Мне кажется, она здесь какая-то не очень сочная, что ли. Так, ну и осталось у нас здесь посмешивать и посмотреть, что получится. Все-таки лимонная какая-то очень, очень светленькая. Давайте возьмем мой любимый розовый хинокридон. И намешаем с ультрамарином. Вот он, мой любимый фиолетовый. Вот таким образом я получаю фиолетовый. Также я люблю розовый хинокридон смешивать с изумрудной. Такой приятный оттенок. Опять же, смотря чего тут больше намешать. Так, что мы еще смешиваем? Я еще люблю смешивать розовый хинокридон с охрой. Это для тех, кто любит всякие оттенки кожи делать. Я вот на ухре мешаю. Так, еще я мешаю сабгрин с охрой. Для того, чтобы получился такой более глуховатый желтый оттенок. Такой получается грязноватый оливковый. Но вот, скажем так, у Ван Гога этот цвет все-таки немножко понасыщеннее выглядит. Не знаю, что мешает. Возможно, мешает черное в составе сабгрин. Но вот здесь он такой более грязноватый. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас будет с ультрамарином. Сможем ли мы намешать какой-то серый оттенок с ультрамарином и теплым оранжевым. Ну вот не такой он. Не такой он нейтральный. Попробуем с красно-оранжевым. Тоже, наверное, если покапать, возможно, какая-то грануляция получится. Самое интересное, давайте возьмем индиго. Потому что он здесь очень странный по составу. И явно у него не получится того эффекта, который был у PVC. Но я все равно смешаю его с охрой. Вот здесь получился неплохой оттенок. Серенький. Фиолетовый тоже получился нормальный. Здесь тоже с охрой получился неплохой. Сапгрин с охрой здесь немножко более блеклый, чем, например, у Ван Гога получается. Здесь у индиго с охрой получилось прям очень грязное месиво. Да еще и с крупинками черненькими. Точно здесь так мешать не надо. Такой фокус может у вас получиться только с PVC. Ну, в принципе, такой сероватый оттенок есть. Даже зелень немножко пропала. Так, что мы еще можем? Давайте вот этот странный красный. Да в целом ничего выглядит. Что бы тут еще такое намешать? Давайте где-нибудь в уголочке. И изумрудную. Я вообще очень люблю эту смесь. Ну, цвет получается приятный. Так, что бы еще вам тут намешать? Честно говоря, даже не знаю, с чем можно смешать оксид железа. Вот вообще даже не представляю. Так, здесь у нас еще был индонтреновый. Так же можно намешать фиолетовый. Более темный. Или, например, к розовому хинокридону. Так, ну или возьмем, например, вот эту красную. Пока, честно скажу, из того, что я обычно смешиваю для себя, я не скажу, что прям какая-то грязь получается. Хотя, как я уже говорила, вот у зеленой FC странный осадок. Крупинистость. В других цветах я такого не замечала. Откуда вот этот осадочек берется, непонятно. Ну, допустим. Единственное, что мне не очень нравится, что она какая-то гуашевая в плотном нанесении. Сиена жженая. Очень странно выглядит. Вот вам, пожалуйста, оксид хрома получился. Конечно, здесь можно придумать разные варианты для смешивания. Но я вот попробовала какие-то самые основные. Надо, конечно же, все это проверять в работе. Ну, и в завершении нашего длинного, очень затянутого обзора я хочу сказать, что я порисовала разной акварелью. У меня здесь акварель Веронеза на хлопки от Лилия Холдинг. Здесь у меня акварель от Санет на СМЛТ. Тоже хлопок. Я хотела нарисовать на одной и той же бумаге, но первая попытка у меня не была удачной, просто потому что бумага оказалась испорченной. Поэтому вот пришлось рисовать на разной. Но, несмотря на то, что хлопок здесь с разным поведением, я не скажу, что акварель на хлопке здесь как-то сильно отличается. Да, немножко отличаются цвета, потому что где-то я сделала один замес, где-то здесь сделала другой замес. Но, в целом, поведение краски выглядит одинаково. Поэтому я не скажу, что Малевич там прям намного хуже или намного лучше Санет. Нет, это, в принципе, похожие краски. Это даже можно сказать и по пигментному составу. Например, у нас здесь есть не очень светостойкая оранжевая на ПИО 13. Почему здесь три звезды, не знаю. Точно такая же оранжевая есть у Санет. Там стоит одна звезда. Или, например, здесь у Малевича есть фиолетовый, который на пигменте ПВ-23. Он более светостойкий, чем, например, фиолетовый у Санет, который на пигменте ПВ-3. Там одна звездочка. Поэтому здесь надо просто смотреть, более внимательно быть к тому, что вы выбираете. Ну и еще в завершение хочу добавить, что, например, у Малевича написан состав акварели. Здесь у нас есть пигмент, гомеорабик, карбонат кальция, декстрин, сорбитол, вода и консервант. И многих пугает, что в составе есть карбонат кальция. Но, знаете, я, конечно, не так сильно разбираюсь в составе. Я знаю, что это мел. Но, например, если мы возьмем Белые ночи от Невской палитры, здесь более хитро написано. Здесь написано, что пигментный состав, пигмент, наполнитель, что подразумевается под наполнителем, не знаю. Гомеорабик, вода и добавки. Какие добавки? Здесь не сказано. Мы можем надеяться, что там нет мела. А вдруг он там есть? Не всегда это заметно по выкраске. Вот скажите, есть в сонете мел или нет? А здесь есть мел? А если я поменяю местами? А если я закрою? Вы определите, где здесь мел в составе? Я нет. Да, краска сильно бледнеет. Например, вот палитра высохла с замесами и видно, что некоторые цвета побледнели. Когда выкрашиваешь, они выглядят более сочно и более ярко. Причем обычно этим грешит хлопок, когда у нас туда проваливается пигмент. Здесь у меня целлюлоза и все равно видно, что есть какие-то цвета более жухлые. Но при этом по работам я не скажу, что они как-то сильно отличаются по цвету. То есть вот они нарисованы разными красками, а результат-то, в общем-то, одинаковый. По стоимости сонет, конечно, выйдет немного дешевле, чем акварель от Малевич. Но мало ли вдруг у вас какие-то предубеждения против сонета, поэтому у вас есть альтернатива. Вы можете набрать акварель поштучно и выбрать те цвета, которые наиболее светостойкие, или те пигменты, которые больше вам подходят. Но это будет, конечно же, бюджетнее, чем белые ночи. Если вы не хотите тратиться, то Малевич Веронеза – это что-то среднее. Но на уровне сонета, я думаю, так. Выбор будет за вами – брать вам эту акварель или нет. Я здесь поделилась только своими впечатлениями и рассказываю то, что увидела, поскольку попробовала эту акварель вот буквально 2-3 дня назад. Если вы осилили это видео, вы большие молодцы, потому что оно было очень длинное. Если у вас еще остались силы, то поставьте лайк. Если нет, то ничего страшного. Не забывайте подписываться на мои соцсети, на телеграм-канал. Там у меня выходят самые свежие новости. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok